Всем привет! В этом видео еще один проект от мастерской DIMMOTO CUSTOM, а именно от Дмитрия Кравченко. Чоппер Грин на базе Урала М67-36. Года и время постройки сложно определить, так как весь процесс тяжело начинался и продолжал дорабатываться в каждое межсезонье до того момента, как был продан. Собственно, на то время у Дмитрия и мастерской-то не было никакой. Был только гараж, 2,5х4, дрелька, болгарка и набор ключей. Ну и еще желание что-то сделать. Это был первый более или менее серьезный проект. Первый во всем. Именно на нем был получен первый опыт в сварочном деле, первый опыт по сборке колес, по работе с листовым металлом и так далее. Теперь обо всем по порядку. Мотоцикл, если можно было так его назвать, был приобретен по случаю в нескольких мешках и прилагающейся к ним рамой. Зачем? Не знаю. Строить ничего не планировалось. Да и дело с тяжелыми мотоциклами до этого не имел. Просто отдавали совсем недорого. Предыдущий владелец уже пытался его зачоперить установкой вилки от ЧЗ, бак, капля и колесо заднее от Москвича. Собрал все это дело до кучи, посмотрел, не впечатлило и оставил. До лучших времен. Но мысль-то засела, собрать что-то нужно. Так как ездить на чем было, да и опыта в мотостроении мало, то особо не спешил. Да и по большому счету не знал, что собирать и в каком направлении двигаться. Так как от чоперов был далек, но и тяжелый мотоцикл ни с чем больше не ассоциировался. В общем, было решено начинать. Строим чоппер. Каким он должен быть на выходе, никто не знал. Было лишь общее представление. Стал вопрос с чего? Конечно же с рамы. Но без сварки как? Нашел выход, выставился, вымерялся, распилил. Отнес к сварщику. Выставился, насколько можно, зафиксировал, сварили, принес. Второй раз тоже по такому же сценарию. И тут пришло осознание того, что таким раскладом строить придется очень долго. И снова бросил. Подкопил денег и купил полуавтомат. И тут процесс пошел несколько повеселее. А был это уже февраль 2010. Ява в то время была завязана в хламе, поэтому хотелось успеть до лета. Заручившись помощью и поддержкой друзей, все же успел. И зеленый выехал 1 июня. Не буду долго перечислять, что и как делалось, сколько переделывалось. Отпишу, что было в общем сделано на первом этапе. По раме вварены проставки по 10 сантиметров в переднюю часть рамы. Сделаны крепления выносных подножек. По задней части обрезано все лишнее. Насколько возможно, занижено и укорочено. Изготовленная приварена подсидельная часть облицовки. Маятник остался стандартный, лишь чуток расширенный, чтобы больше места было для колеса. Руль, после нескольких экспериментов, оставлен родной, ураловский, как более удобный для водителя. Изначально был план сделать его эгоистом. Но в процессе все переигралось и пришлось мудрить седло и под пассажира. Поигрался так хорошо и долго с баком. Разварил его, чуток изменил форму. Немного выгнул заднюю часть, если смотреть сбоку. И вварил в него спидометр с Явы старушки. С колесами пока решил не заморачиваться. Задний оставил то, что было на 16 дюймов. Передний от Днепра на 18. Мост поставил скоростной десятку. Двигатель был просто перебран. По сути, был куплен еще один и собран из двух один на сезон. Но так и отъездил до последнего. Карбюраторы К-68 новое. Ничего не трогал, как купил, так и поставил. Выводы из первого сезона. В принципе, все довольно неплохо. Не без косяков, но все же. Едет нормально, рулится хорошо. На дороге как вкопанный. Тормоза, правда, никакие. Но чего ждать от стандартных барабанов. Также из косяков отвалилось из-за вибраций заднее крыло. И уронили мотоцикл на правый бок. Отчего согнуло правую выносную подножку. И замяло глушитель. Ну а так-то и все. По зиме полный разбор показал, что по раме все нормально, а на сварочных швах трещин нет. Все держится и это не могло не радовать. По доработкам. Первое, что сделал, это собрал переднее колесо на 18 дюймов под дисковый тормоз с гидравликой от китайца. Поначалу, конечно, сомневался, хватит ли его. Но на практике оказалось, что вполне справляется. На порядок лучше, чем родные барабаны. Приварил новый выхлоп, ну и отремонтировал заднее крыло, которое под конец сезона все равно отпало. Полностью перекрасил и на бак сделал рисунок. Также перебрал коробку и установил скоростную четвертую передачу. Доработал корбы, после чего еще сезон нормально отъездил. К третьему сезону почти ничего не пришлось сделать, только основное и по мелочам. Да и ездил на нем уже мало, так как уже собрал Яву. А она вышла, конечно, намного комфортнее, чем зеленый. Но это позволило уже полностью его разобрать и перелопатить заднюю часть. Собрать новое заднее колесо, также на 16, но уже под дисковый тормоз. Ну и уже окончательно и нормально покрасить. В таком виде он и уехал новому владельцу. Сколько километров проехал, не скажу точно, так как спидометр откровенно врал, что в принципе не мудрено. Знаю, что немало. Да и дорог повидал он всяких. И бездорожья, и пески, и лужи по колено глубиной. Всякое было. Надо просто учитывать возраст мотоцикла. Как говорит один мой знакомый, если вечером с ним, с отверткой не посидел, утром возле него делать нехрен. Мотоцикл делался по принципу, как вижу, как представляю для себя и под себя. В общем, с девизом «Я художник, я так вижу» и не колышет, если кому-то чего-то не нравится. Продан был мотоцикл, так как нужны были средства на новый проект. Если интересно, пишите в комментарии, расскажем и о нем. Также есть возможность сделать тест-драйв зеленого. Если интересно, то также пишите в комменты и большие пальчики вверх. Технические характеристики Чоппера Грин на базе Урал М67-36 следующие. Двигатель 650-кубовый, четырехтактный. Колесная база 1700 мм. Клиренс 100 мм. Высота по седлу 630. Бак на 23 литра. Тормоза передние и задние дисковые. Переднее колесо новое 18 на 100 на 70. Заднее 16-130-80. Главная пара десятка. КПП четырехскоростная. Передняя вилка ЧЗТ-516. Длинноходная. Генератор 150 Вт. Расход топлива 5 литров по трассе, 7 литров по городу. Такой вот получился Чоппер Грин на базе Урала М67-36 от мастерской Дим Мото Кастом. На этом все. Спасибо за внимание. Чоппер Грин на базе Урала М67-36 от мастерской Дим Мото Кастом.